Господи, слава, премьер! Хватит, и Бог, когда слезает, и слава, хватит, и Бог, все люди! Прямо сейчас в этом храме идет служба, ровно так же, как и во всех храмах Алтайского края. Несмотря на коронавирус, все службы идут по расписанию. И единственное отличие – сейчас прихожане стоят в масках. И, по словам служителей храма, их значительно меньше, чем обычно. К вирусу в церкви святых мучениц надежды, веры и любови в Березовке в целом готовы. Иконы дезинфицируют, соблюдают дистанцию. А все обряды соответствуют традициям, и прихожан это не смущает. Причастие у нас тоже все отдельно. Таканчики разовые, перчатки – все это есть у нас. Персонал, он, скажем, обучен, так скажем. А у вас сегодня причастие было как-то с одной ложки? Причастие у батюшки? Ну да, батюшка нам из ложечки подает это все. Считается, что защита тут есть от Бога. И пасхальное богослужение в воскресенье состоится тоже под его защитой. Чтобы по возможности, конечно, если они все-таки пришли в храм, никто их не прогонит, но соблюдали ту необходимую дистанцию, полтора-два метра. Если же всем места не хватит, то будет возможность помолиться на прихрамовой территории. Для этого там, где возможно, будет организована аудиотрансляция. Освящение пасхальных яств будет также совершаться на открытом воздухе. Где это возможно, пасхальные богослужения будут озвучены на прихрамовой территории. Молиться также можно вне храма. Отстать службу можно будет и у себя дома. Обряды покажут по телевизору. Яйца и куличи тоже возможно осветить самим, просто правильно прочитав молитву. Поэтому без праздника наши православные не останутся, в отличие от жителей Израиля. На прошлой неделе там должны были отмечать Песах. Центральный иудейский праздник в память об исходе из Египта. В Израиле традиционно его отмечают дома, в кругу семьи, со всеми родственниками, с детьми, внуками. Но в этом году все вышло иначе. Чтобы не расхлебывать последствия праздничных посиделок, в Израиле был введен тотальный карантин. С полным запретом выхода из дома, с закрытием всех супермаркетов и запретом перемещений между городами. Особый контроль был за религиозными районами. Именно они, по словам Михаила Шапира, стали очагами распространения инфекции. Получается, у нас статистика по коронавирусу в руках самих прихожан. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.